Живые души Где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом А тема нашей сегодняшней встречи – онкопсихология Как меняется психика человека, которому диагностировали рак? Как помочь своему близкому, если он столкнулся с таким диагнозом? И как поговорить со своими детьми об этой непростой теме? Об этом поговорим с Натальей Сколис, психологом и консультантом фонда «Онкологика». Здравствуй, Наташа! Привет! И первый вопрос, который я хотела у тебя спросить Как ты выбрала вот эту специализацию онкопсихология, работать с такой непростой темой? Это случилось несколько лет назад Я искала, банально, я искала для себя вакансию психолога И наткнулась совершенно случайно на домы сайтов по поиску работы Вот, собственно, на вакансию психолога-волонтера в фонд И это, я помню, да, это было лето, наверное, начало лета Я подумала, это, конечно, интересно, но вряд ли я смогу И как-то вот отложила Спустя два месяца я снова наткнулась на эту вакансию И начала думать, смогла ли я бы туда пойти С одной стороны, это был бы хороший опыт А с другой, я понимала, что это достаточно энергозатратно И так оценивала уже внутренне свой ресурс Готова ли я работать с этим И на тот момент я поняла, что да, я готова Я откликнулась, мне перезвонили На самом деле, это был достаточно жесткий конкурсный отбор Несмотря на то, что это было волонтерство на тот момент И меня все-таки пригласили на обучение В процессе обучения тоже было все непросто Потому что это было такое полноценное обучение Трехнедельное, и каждый день мы говорили об онкологии Каждый день мы рассматривали кейсы И это было настолько сложно Поэтому я начала думать, стоит ли мне здесь оставаться Вообще смогу ли я И вот у меня были такие душевные терзания Но в итоге все-таки я поняла, что сейчас я достаточно устойчива Внутри у меня есть ресурс Но при этом я себе разрешила Если вдруг такое случится, ресурса у меня не будет Ну, я просто тогда оставлю Поэтому я осталась И сейчас, да, уже несколько лет я сотрудничаю с фондом И я уже сотрудник фонда Я даже курирую отдельное направление в фонде Да, тоже по работе с... Можешь немножко про фонд рассказать? Я думаю, это интересно будет Да, обязательно, да, сейчас расскажу Фонд наш называется Онкологика Раньше он назывался Огромное сердце Это фонд, который помогает именно взрослым И бесплатно? Да, и бесплатно, да Потому что у нас достаточно много фондов, которые помогают детям И как-то у нас в обществе так принято больше помогать именно детям Да, более таким незащищенным Да, тогда уязвимым Нашим, да, слоям Тогда как кажется, что взрослые вроде как справятся сами Поэтому фонд, это личная история основательницы фонда Да, собственно, она тоже во взрослом возрасте перенесла онкозаболевание И создала, да, такое замечательное место У фонда есть несколько видов помощи, да, они совершенно разные Юридическая помощь, да, и можно узнать второе мнение врача Да, в том числе психологическая помощь, карьерное консультирование Да Помощь с размещением, да, и так далее Поэтому и очень развивается сейчас именно психологическое направление Я как психолог работаю в разных направлениях У нас есть онлайн-консультации Если кто-то из психологов в Москве, можно проводить очные консультации, групповую работу И есть еще письменное направление, собственно, его я и курирую По большей части, да, я работаю именно по переписке Ну это удобно, да Да, да, это очень удобно Можно написать письмо, если нет возможности, да, тем более встретиться онлайн-консультирование На самом деле тема онкологии у нас это вот прям запрос некоторых зрителей Не один был на самом деле Потому что вот я сама недавно была в Надежде Ну там, посмотрела на их картотеку бесконечную И я поняла, что рано или поздно, так или иначе, вопрос онкологии и все, что с этим связано Он коснется примерно каждого из нас Каждую семью, если еще не коснулся Вот, и вопрос, который нам задали, он прям звучал, я его озвучу Я думаю, что это такая типичная история, когда кто-то из близких заболевает И понятно, что это не исцелиться, скорее всего Говорит ли, ну там, допустим, взрослому, там уже пожилому человеку Говорит ли ему о диагнозе? То есть вот такой вопрос там поступил Что ты думаешь? По поводу говорить ли о диагнозе? Ну, если ты понимаешь, то как бы На самом деле, однозначного ответа нет, конечно же, говорить, не говорить С одной стороны, да, человек должен знать о своем диагнозе С другой стороны, важно понимать, как его душевное состояние изменится при этом Если действительно это человек пожилой, да, например И стадия, ну, например, уже четвертая, да, последняя Все очень тяжело, нужно смотреть Не станет ли ему хуже от этого знания Поэтому я бы все-таки рекомендовала смотреть индивидуально Если все-таки это, мы говорим о первых стадиях И о возможности выздоровления Потому что все-таки у всех онкозаболеваний У них порядка 80%, даже, наверное, больше С успешным исходом На самом деле агрессивных форм рака их не так много И для многих действительно вот этот диагноз Онкология равно смерть, равно все На самом деле нет Можно успешно и вылечиться Сейчас много методов лечения есть Поэтому здесь нужно, конечно же, индивидуально смотреть И думать, а почему я не хочу говорить об этом О ком я больше заботюсь, да? Да, о ком я больше заботюсь, о себе все-таки, да? Или о своем близком? Давай вот поговорим Есть человек близкий, сталкивается с этим диагнозом То есть как максимально с меньшими потерями Максимально экологично сопровождать этого человека В этой истории близкого Вот, допустим, и как это вообще обычно принято? Допустим, на озвучивание диагноза Нужно брать с собой близкого человека Как это вот технически все происходит? Обычно это обследование, да? Которое все мы, собственно, проходим И очень часто нас к этому не готовят, да? Мы часто просто... Кто-то приходит и вот слышит такой диагноз Если будет в это время родственник рядом Отлично, да? Это поддержка Но часто просто это слова врача Кажется, у вас онкология Нужно отправить в ваши клетки Анализы на дополнительное обследование Часто человек один Но при этом Если есть возможность сразу Позвать родственника Какую-то получить поддержку То нужно точно это сделать И у родственников в том числе Может возникнуть шок Отрицание Это первая такая стадия Проживания каких-то стрессовых ситуаций Поэтому важно в этот момент И в этот момент очень много информации Может крутиться в голове Куда делать, куда бежать С чего начать, кому звонить, да? И так далее Очень важно так заземлиться Как я говорю Какой-то составить план, да? Допустим Обязательно перепроверить информацию Обязательно получить второе мнение Врача И только после этого уже для себя Рисовать какой-то план лечения Как правило, если Вы находитесь Со своим родственником В больнице, да? Можно еще раз Сходить к врачу Уточнить Написать какие-то вопросы Вместе с ним То есть так Немножко рационально К этому подойти Это успокоит И не нужно крутить Не нужно сразу говорить Что да, ты выздоровеешь Все будет хорошо Все будет хорошо, да Великой рядом Поддержать Можно даже задать вопрос А как бы ты хотел Чтобы я тебя поддержала В этот момент Потому что человеку Не всегда важны Какие-то слова Может быть просто обнять Может быть просто Побыть рядом Может быть просто Пока не говорить об этом У каждого это свое Поэтому очень такой Важный вопрос А вот ты говоришь Что есть какие-то стадии Проживания Онкозаболевания Расскажи пожалуйста Поподробнее Да Это Те же самые стадии Проживания горя Первая стадия Это шок Или отрицание Когда человек Только узнает Свой диагноз И вот как раз таки Здесь важно Немножко заземлиться Немножко так Снижать тревогу Вторая стадия Это Агрессия То есть Человек может злиться Например на кого? На врачей? На врачей На родственников На себя Да Эта стадия может уходить И внутрь То есть это Аутоагрессия Сюда же Может подключаться Такое самообвинение Наверное Что же я не последил За своим здоровьем? Что же я сделал Может быть Если этот человек Знакомился с психосоматикой Он будет думать о том Что вот наверное Многих людей Своей жизни я обидел Да И так далее Вот об этом точно Не нужно думать В этот момент Важно сконцентрироваться На лечении И на возможном Если это возможно Воздоровлении Максимум Но при этом Это такая Очень ресурсная стадия Потому что Агрессия Дает человеку Такой ресурс И некий заряд Какую-то борьбу Настраивает именно На борьбу Поэтому Эта стадия Она уже длится Чуть подольше Так как Первая стадия Она очень краткая Буквально от нескольких часов До нескольких дней Агрессия может Немножко затянуться Например на несколько месяцев Но опять же Все индивидуально Третья стадия Это стадия торга Когда Наш онкозаболевший Уже немного Принял Своё заболевание Но при этом Он начинает Думать А может быть А если бы я сделал так То может быть Этого бы не было И здесь Что очень опасно Он может начинать Искать альтернативные Способы лечения И отказываться От медицинского лечения Ходить к шаманам К бабушкам И так далее Здесь я тоже хочу сказать Что я не отменяю этого И ни в коем случае Не запрещаю Но важно Делать это параллельно Важно не отказываться От медикаментозного лечения Поэтому Вот эта стадия Она такая стадия метаний Можно так её Ещё обозначить Дальше идёт Четвёртая стадия Это стадия депрессии Вот эта стадия Она такая Самая затяжная И если её не пройти Можно вернуться обратно Откатиться В стадию торга В стадию агрессии Например Поэтому здесь Наступает такая безысходность Уже грусть Печаль Мысли о смерти В том числе посещают Поэтому важно Тоже быть рядом Важно проживать Очень экологично Вот это время Дать время Погрустить И себе И близкому И если Пройдена эта стадия Уже экологично То наступает Стадия принятия Но здесь Принятие Не то что Я принимаю И ничего не делаю Нет Стадия принятия Говорит о том Что я готов К любому исходу Но при этом У меня остаётся Достаточно позитивный Взгляд на жизнь Я готов бороться дальше Насколько это возможно Не до фанатизма Разумеется А насколько это возможно Пять стадий Проживания Таких ситуаций И собственно Их можно Обозначить Как стадии Принятия болезни А если мы говорим О самом себе Вот если я Лично сталкиваюсь С таким диагнозом И проживаю Эти эмоции Что я могу Для самого себя Сделать Чтобы Себя поддержать В этой истории Есть такая Очень хорошая практика Я называю её Аптечка Самопомощи Можно вспомнить Ситуации Которые были Ну такие стрессовые Это могут быть Любые ситуации Не обязательно Связанные с заболеванием Может быть это В университете Когда задавали экзамен Или что-то ещё С экстримом Да Как вы сами Себе помогали Какие способы Обычно Есть У каждого человека Они есть Само успокоение И вот Этими способами И пользоваться Вообще Очень хорошо Помогает найти Такой свой внутренний ресурс И опору Ресурс нам Особенно При ситуации Вот именно Заболевания Могут давать Ну такие Три Вещи Это Общение С нашими близкими Да Это такая Поддержка Это Обращение К нашим хобби Да Как ни странно Например Если кто-то Любит вышивать Рисовать Очень хорошо Да В это вернуться И это Может успокоить И нахождение На природе Да Если есть рядом Лес прекрасно Можно погулять В лесу Есть водоём Можно погулять Там Если нет леса Водоёма В любом городе Есть парк Да Вот как-то Побыть Наедине с собой Прогуляться Это Такая Экстренная Помощь Самому себе Ты упомянула В предыдущем Ответе Про психосоматику И Ну вот Как твоё мнение По твоим наблюдениям Из практики Существуют ли Склады мышления Склады психики Образы мысли Не знаю Которые Просто Более Действительно Уязвимы К онкологии Ну то есть Психика и тела Всё равно Как-то связаны Есть ли Какое-то мышление Которое Более уязвимо Для рака Ну здесь Тоже Такой Спорный момент Я как психолог Как профессионал Я искренне Верю и поддерживаю Психосоматику И Сама читала Много исследований Но в работе С онкоподопечными Я бы Всё-таки Не рекомендовала Вообще На это делать Упор Потому что Это может быть Весьма деструктивно Для них И я как психолог Вообще Не касаюсь Этой темы Психосоматики При работе С своими А в чём опасность Опасность в том Что они могут Просто тратить Свой ресурс На выяснение В то время Как его Желательно тратить На помощь себе Да И Лечение Потому что Они начинают думать Искать виноватых Да Кто виноват И на это уходит Очень много времени Да На самом деле И это Ну если даже Человек найдёт Условно говоря Кто виноват Легче От этого не станет Да Онкозаболевание Не пропадёт Само собой Конечно Есть чудесные Случаи Излечения Этих случаев К сожалению Единицы Да Но при этом Практически Каждый Заболевший Он пытается Найти причину Да Вот почему Что такое Случилось Поэтому Здесь Да Всё-таки Я очень осторожно Касалась бы Психосоматики Или даже Вообще Её не касалась Именно в работе А в фонде Ну есть какая-то История Про вот эти чудеса Ходят какие-то Там Кейсы Про то Что вот Раз-раз И чудо Произошло Конечно Да Есть И не одна Да Такие истории У нас Была Подопечная Фонда Пациентка Которая была Диагностирована Очень агрессивная Форма Причём Если не ошибаюсь Это была Четвёртая Уже стадия Ну то есть Она находилась На палеотивном Лечении То есть это уже Поддерживающее Лечение Да Тогда Когда Врачи Понимают Что вспять Болезнь Уже не повернуть Да Это просто Поддержание Жизнь Лечения Она находилась На этой стадии При том Что она Как раз таки Она была Очень позитивна Была и есть Да Она жива Очень позитивно Так относилась И очень помогала И в том числе У нас есть Сообщество Онкоподопечных Чат И она так Их очень поддерживала И в какой-то момент Она поняла Что Она стала Собственно Меньше Принимать Обезболивающих Боли Начали уходить И когда Она Пошла Просто На очередное Обследование Оказалось Что Онкологии Нет Обалдеть Да Поэтому Это такой Очень Интересный Чудесный Случай Я рада Что он Тоже Есть Да И Я Очень верю Что в такие Случаи Есть Да Они точно Будут Но при этом Нужно Да Упывать на них Не нужно Да Обязательно Нужно Проходить Все лечение Но при этом Верить Верить в себя Любить жизнь Вот Да Вот это интересно Вот что По твоему опыту В психике В убеждениях В мировоззрении Содействует Все таки Переходу В ремиссию Или исцелению Тоже да Сложный вопрос Главное Не уйти В психосоматику Здесь Опять же По опыту Да Часто Когда Например После операции Да Когда вроде бы Все убрали Но У Онкобольных У них Возникает страх А вдруг Это вернется Да Вдруг это вернется А вот там У меня что-то вырезали Значит на это место Должно прийти опять Что-то Да Это так Грубо говоря Поэтому здесь Я бы точно Рекомендовала Работать с психологом И убирать Вот эти страхи И Учиться жить Тем Что есть сейчас Да Конечно Очень здорово Думать о будущем Но важно Ценить Именно Вот Момент Да Который есть А если Мы просто будем Жить и думать О том Что вдруг Это вернется И как-то готовиться Внутренне К этому То Ну здесь На самом деле Это тоже Очень Деструктивно Будет Поэтому важно Жить и радоваться Тому что есть Важно Вернуться К полноценной жизни Насколько это возможно Если вы занимались Спортом Да Но по состоянию здоровья Вам нельзя Заниматься спортом То можно Какие-то более щадящие Моменты Просто гулять Да Чуть больше гулять Например Если раньше был Тренажерный зал Сейчас-то нельзя Приседайте дома Да Например Займитесь йогой Да Если это комфортно Ну то есть Какими-то Заменяйте Да Очень помогает Кстати Участвовать В том числе В помощи У нас Да Тоже в фонде Есть сообщество Равных консультантов Это те люди Которые вышли в ремиссию И сейчас они Консультируют Не как психологи Да Просто такое Поддерживающее Консультирование Они консультируют Также Подопечных Помогают Подсказывают Им Это Очень Успешно И очень ценно Очень хорошие Отзывы Получаем Об этом А вот Ну то есть Я вот Представляю себя Сейчас на месте Допустим Друга Допустим У меня там Кто-то близкий Друг там Заболел Вот я понимаю Что вот тут Я могу там Составить Компанию В парк Съездить Помочь Там В хоббях В хобби Там Что там Поговорить Да Ну какую-то близость Но есть вещи Там допустим Которые Ну вот Все-таки Лучше отнести К психологу Вот онкобольные Что они Ну вот И рекомендовано Все-таки Не с подружкой Обсудить Не с близким Человеком А все-таки Донести Специально Обученного Человека Ну то есть Не знаю Меняйте тело Ну как бы Ты с подружкой Обсудишь Но с этим Нужно работать Да Потому что Есть определенные Страхи Которые возникают Именно у Онкобольных Да Верно ты сказала Изменения тела Какие-то С этим тоже Лучше идти К психологу Это Страх смерти Он точно Возникнет Вот Эти Метания Жизнь Смерти Мы Начинаем Думать О будущем Да Вообще Если это Девушки Да Они часто Думают О том Смогу ли я Родить детей Да Даже если Это рак Излечим Все равно Есть препараты Да И так далее И очень много Например Клиентов Приходит Именно с этим Это тоже важно Нести к психологу Да Именно Изменения Социальных Контактов В том числе Очень многие Знакомые Они просто Перестают общаться Не потому что Да Они такие плохие Ну они просто Не знают Как себя вести Да Они не знают Как поддерживать Ну это нормально Ну и просто Тяжело Тяжело Мы тоже боимся Да У нас тоже Как у друзей Как у родственников У нас тоже Возникает страх Да Какой-то И поэтому Это нормально Да То что социальное Окружение Оно тоже Может измениться Это может быть Частичная потеря Или полная Даже потеря Трудоспособности Особенно сложно Мужчинам Да Например Дается Раньше Работал Содержал семью Занимался бизнесом Да Например А сейчас Практически Остался Вот Беспомощным Да Как они считают Поэтому Вот все эти вопросы Их точно Лучше принести К психологу Разобраться Да С своими страхами И уже дальше Без оглядки На это Продолжать Лечение Мне кажется Один из страхов Имеет смысл Чуть подробнее Раскрыть Про Собственно Тот Который У всех У нас есть Про страх смерти Расскажи То есть Ну как это Выглядит Изнутри И как Можно С этим Поработать Да Страх смерти Он точно Возникает И обостряется Особенно При онкологическом Заболевании Что здесь Важно Если Наш родственник Или близкий Человек Говорит об этом Страхе Нам тоже В этот момент Может быть страшно И мы тоже Можем не готовы Быть к этому Важно об этом Просто так сказать Вот да Ты сейчас Говоришь о смерти Но я сама Понимаю Что я Смерти боюсь И я сейчас Ну наверное Не смогу Тебя поддержать Ну просто Сказать честно Да Говорить о том Что Ой да нет Ты не умрешь Все будет хорошо Не нужно Потому что Ну человеку Важно Об этом поговорить И в том числе Я тоже очень много Работаю В своей практике И как онкопсихолог Как обычный психолог С потерями Утратой Очень важно В эти моменты Вообще Да Когда мы говорим О смерти Просто побыть рядом Поддержать Опять же Задать вопрос Как мне сейчас Тебя поддержать О чем ты хочешь поговорить Кому-то важно Обсудить Какие-то Ну для нас Такие жуткие моменты Например Как пройдут Мои похороны Ну вот да Какие-то такие Если есть ресурс На это Обсуждайте Значит Человеку Это важно Да Поэтому Быть рядом Разговаривать Об этом Если Некомфортно Об этом Разговаривать Говорить Тоже об этом Да И так же Общаться С психологом Потому что Важно Этот страх Он такой Очень опасный Который Он может Перерасти Да В какие-то Такие Более Навязчивые Мысли Например Поэтому Очень важно Проработать Этот момент У каждого Из нас Есть Страх смерти Это Ну такой Наш Базовый Страх Просто Когда-то Он обострается Когда-то Он как Дремлет Поэтому Важно Проговорить Снизить Да Вот эту Тревогу Про правильный Разговор Еще хочется Обсудить Вопрос Когда в семье Есть дети Да Которые все равно Тоже свидетельствуют Эту историю Как правильно Им додести информацию О том Что происходит Чтобы их Не травмировать Да Ну и все равно Быть с ними Честными И правдилами С детьми Важно Говорить Об этом Да То есть Не нужно Скрывать От них Это Но при этом Важно Быть корректным Очень важно Тот человек Который Говорит С ребенком Он должен Сам находиться В комфортном И ресурсном Состоянии И состояние Слез и истерики Точно с ребенком Говорить не нужно Или выбирать Какое-то Специальное Время и место Вот садись Сейчас мы С тобой поговорим Тоже не нужно Должна быть Создана такая Благоприятная Обстановка Комфортная Для ребенка И устойчивый Взрослый Если взрослые Все близкие В истерике Тогда важно Чтобы психолог Поговорил с ребенком То есть Ребенку должно Быть комфортно Простыми словами Объясняем Ребенку Что Условно говоря Дедушка болеет Его болезнь Называется Рак Ты Может быть Уже заметил Что Дедушка Немного изменился У него выпали волосы Ну вот Такое случается Также Состояние Дедушки Тоже может меняться Он может Вдруг Разозлиться Или наоборот Заплакать Ну вот Такое случается То есть Объяснять Что может Происходить С близким Ребенку Еще Важно Проговорить Что Изменится А что Останется Прежним Почему Это важно Дети Они такие Маленькие Консерваторы Наверное Да Сама Замечала Что Дети У нас Любят Есть Одну И ту Же Еду Читать Одну И ту Же Сказку Слушать Одну И ту Же Песню И здесь Также У детей Есть Какие-то Рутинные Действия Которые Они Привыкли Делать И Важно Сказать Мы Также С тобой По утрам Будем Делать Уроки Я Также Буду Забирать Тебя Из Разницу И Дать Ребенку Ту Самую Опору Устойчивость Рутину В таком Понимании Поэтому Этими Приемами Можно Пользоваться Этими Фразами Можно Пользоваться Когда Мы Разговариваем С детьми О раке Еще На Сайте Фонда Есть Серия Мультфильмов Детям О раке Тоже Можно Посмотреть Перед Разговором Можно Дать Какие-то Мультфильмы Книги Если Ребенок Уже Читает Это Воспринимает Детские Книги Очень Хороший Мультфильм Есть Тайна Кухо Наверняка Все Видели Там Тема Смерти Она Обыгрывается Если Ребенок Раньше Не был Знаком Со Смертью Только Начиная Как Правило 4-5 Лет То Можно Показать Этот Мультик Я Очень Люблю Мультики Тима Бертона Где Сквозит Тема Смерти Если Ребенок Немножко Постарше Можно Их Показывать То Как-то Рассказывать Про это Если Например Семья Верующая И верит В переселение Душ И так Далее И поддерживает Эту Идею То Так же Можно Но Если В семье Это Не Принято То Не Нужно Придумывать Ничего Только Если В семье Это Есть Если Мы Говорим О Выздоровление Ну Там Это Любой Болезнь Не Столько Сраком Что Есть Препятствия К исцелению Всегда Одно И тоже Это Вторичные Выгоды От болезни В онкологии Я так подозреваю Тоже Что это Такое Есть Расскажи Вы Подробнее Да Да Есть Вторичные Выгоды Да Верно Ты говоришь Что Они есть В любой Практически Болезни Из Своего Опыта Скажу Что У меня Были Клиенты Для которых Вторичные Выгоды Было Социальное Окружение Например Если раньше Человек Ни с кем Не общался У него Не было Друзей Ну Как-то С коллегами Были Не очень Отношения Заболел И попал В сообщество Которое Поддерживает Которое Помогает Друг Другу Да Заботится Друг о Друге И В работе Да В том числе С моей Клиенткой Вот это Выявилось Что Она говорит Что Я просто боюсь Уходить Из этого Сообщества Я боюсь Выздороветь Потому что Я потеряю Вот это Окружение Они тогда Со мной Не будут Общаться Это может Быть Бессознательно А может Быть Это Уже Лежит На поверхности Поэтому Здесь важно Опять же Психологу И например Я как Специалист Обязательно Формирую Да Некую Опору Устойчивость И Знание О том Что Всегда Можно Продолжать Общаться В этом Сообществе Вы Друзья Да Вы Вместе Поэтому Очень важно Сохранить Эти отношения А также Да Еще Вторичная Выгода В том Что Появляется Свободное Время Опять же Занятость На работе Нет Абсолютно Никакого Времени На себя На семью На хобби Кто-то Всю жизнь Мечтает Рисовать Вышивать Да И так далее Сейчас На это время Появляется И вроде бы Все круто Я шью Кукол Да И мне Это нравится А выйду На работу И все Да Поэтому Это тоже Есть Опять же Повторюсь Часто Это не Осознается Но Вот Иногда Наша Психика Нас Таком Держит В капкане Будто Она Говорит Что Выздороветь Плохо Вот тебе Комфортно Сейчас В том Состоянии В котором Ты находишься Наконец-то Это Может возникать Опять же Всегда Нужно Находить Время Для Своего Хобби Всегда Нужно Находить Время Для Нахождения С Природой И Можно Будет Вырваться Из Вот Этого Капкана Что Что В тебе Изменила Вот Эта Твоя Практика И Твой Опыт Работы Сомка В Вольной Режим Я Точно Стала Более Устойчива В Профессии Да И Вообще В Жизни И Если Раньше Я Все Мне Было Достаточно Тяжело Работать С С С С С С С С Я Пропускала Все Через С С Не Могла Нащупать Да Где Между Принятием И Черствостью Да Здесь Важно Было Понять Как Не Стать Совсем Жестким Человеком И Не Воспринимать Людей Как Простых Там Пациент Один Пациент Два Да Например И При Этом Не Рыдать После Консультации В Подушку Да И Плакать От Того Что Я Ничего Не Могу Сделать Как Мне Сделать Так Чтобы Они Выздоровели Вот здесь Как мне кажется Я нащупала Ту самую Грань Для себя Вряд ли Я смогу Озвучить Это Потому что Ну это Как-то Внутреннее Да Уже Такое Состояние Устойчивости Я Поняла Что я Намного Больше Принесу Пользы Тем Что я Буду Консультировать Да И тем Что я Буду Рядом Не люблю Слово Помогать Да Это что-то Про Такую Жертвенность Да Но Как профессионал Да Я буду Рядом Я буду Оказывать Консультации Я Поддержу Так Как я Могу Сейчас Это Будет Намного Эффективнее Чем Если бы Я пришла И Плакала И страдала Для меня Это намного Эффективнее И Так Случается Что Видимо Создается Да Вот Это Поле И Мои Клиенты Да В моей Частной Практике Они Тоже Очень Часто Приходят Именно Запросами О Потери Об Утрате В каких-то Кризисных Ситуациях И Я Консультирую Да Их Именно В этом Ключе Потому Что Я чувствую Устойчивость При этом Я знаю Что Многие Психологи Например Отказываются И Это Тоже Нормально Да Не Все Могут Работать Именно Вот С Такими Случаями Поэтому Я Очень Рада Что Я Чувствую Себе Эту Устойчивость И Опять же При Этом Я Всегда Разрешаю Себе Что Если Я Почувствую В какой-то Момент Дисбаланс Если Я Захочу Уйти Я Всегда В Любой Момент Могу Уйти Чтоб Снова Набраться Ресурс Спасибо Большое За этот Разговор Мне Кажется Я Тоже Немножко От Тебя Поняла Этой Устойчивость И В Этой Теме Мне Стало Лично Гораздо Спокойнее А Следующая Наша Встреча Будет Посвящена Тоже Непростой Теме Теме Депрессии О том Что Это Такое И Чем Это Не Является Как Помочь Себе И Своему Близкому Если Вы Депрессия 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 Продолжение следует...